Здравствуйте, Емель. Вот и прозвучал приговор беспристрастного российского суда, в кавычках. Дайте, пожалуйста, свою оценку всему этому процессу и подчеркните все из ряда вон выходящие доводы обвинения в уголовном деле первой четверки крымских татар, обвиняемых в терроризме. Первое, что я должен сказать, это то, что с этим приговором мы не согласны. То есть все четверо, так скажем, обвиняемых они будут обжаловать и уже обжаловали. Это Верховный суд Российской Федерации, этот приговор, несмотря на всю его мягкость, потому что действительно практически всем ребятам дали минимальные сроки в этом деле. Что касается из ряда вон выходящих вещей, как вы сказали, мы фиксировали нарушение прав по этому делу, начиная с момента ареста. Сам арест, само избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, оно было незаконно по ряду фактов, я сейчас их перечислять не буду. Оказывалось давление даже на слушателей, те, кто приходил на продление арестов. Даже на одно из заседаний, я помню, приехал Ильми Умеров и Нариман Джелял, это представители Меджлиса, они тоже воочию видели, как проходят эти заседания. Когда сотрудники ФСБ раздавали всем присутствующим повестки, оказывали такое определенное психологическое давление, потом заходили к суде и говорили, чтобы эти люди являются уже свидетелями, не пускайте их на заседание и так далее. Через три месяца буквально после того, как я вошел в это дело, следователь вынес постановление об остранении меня от этого дела, тоже безосновательно. Что касается самого суда, то все доказательства, которые по этому уголовному делу были, так скажем, выдвинуты, следствиями и прокуратура их поддерживала, они тоже были абсолютно, не имели под собой никакого фактажа и никакой юридической силы. Потому что практически все свидетели в судебном заседании отказались от того, под чем они подписывались, то есть от протоколов. Они сказали, что многие на них оказывалось давление, кто просто не читая подписывал эти протоколы. А те, кто подписал, это буквально 3-4 человека, один из них это бывший сотрудник СБУ, ныне ФСБ, и двое-трое человек, которые были процессуальными оппонентами, которые этих ребят в прошлом, у них был спор за общину, за землю, они на вопрос защиты прямо ответили, что имеют конкретную личную неприязнь к этим ребятам. Это что касается свидетелей. Были экспертизы, их было несколько, они тоже были абсолютно необъективны. Я приведу один пример. Например, эксперт в своем заключении говорит, что слово «сурбет» – это слово, которое используется только членами партии Хизбута. «Сурбет» – это слово, оно из тюркского языка взято, но мы, крымские татары, повсеместно его используем, это обозначает общение. Далее это был так называемый скрытый свидетель, я называю это спасательным кругом обвинения, когда у них все трещит по швам, они выкидывают этот спасательный круг. В этом свидетеле ребята узнали одного араба, который проживал у них в селе, именно он их позвал навстречу. Он задавал определенный тон этой встречи, задавал определенные провокационные вопросы, так скажем. Он эту встречу записал на видео и потом это видео передал сотрудникам Федеральной службы безопасности. Я уже не говорю о тех технических моментах, как вообще проходил допрос этого свидетеля в режиме рации. Можете назвать? Однан, да, его зовут Однан, он до сих пор, по-моему, находится на территории Республики Крым, он спокойно, то есть дальше, я думаю, продолжает свою провокационную деятельность. Так вот, когда защита задает вопросы этому скрытому свидетелю, микрофон там, где он сидит, выключается и через определенную паузу он отвечает на вопрос. То есть, создавалось такое впечатление, что там вместе с ним кто-то сидит, когда ему задают вопрос, ему подсказывают и потом он отвечает на этот вопрос. То есть, и у таких очень много было моментов. То есть, свидетели, абсолютно несостоятельно оказалась эта доказательственная база. Экспертизы, мы пригласили своих специалистов, и выступил и Виталий Пономарев, и Максим Шевченко на этом судебном заседании. Абсолютно критически защита отнеслась к показаниям, так называемого, скрытого свидетеля. И все процессуальные документы, и протоколы допросов, и протоколы обысков были собраны с грубейшими нарушениями. Вот как, в принципе, проходил весь этот процесс. Начиная от элементарного права на защиту, на гласность, заканчивая грубыми нарушениями уголовного процессуального закона. Все это проходило в таком русле. И, я думаю, приговор это показывает. Судь и суд не мог дать оправдательный приговор по определенным причинам. Суд шел справедливым и возможным для себя дать всем по минимуму. И плюс еще моего подзащитного, Руслана Зитулаева, переквалифицировали с части первой. Он шел как организатор на часть вторую. И вместо 17 лет, которые просил прокурор, его приговорили к 7 годам решения свободы. То есть, все эти факты, они говорят сами за себя. Всех, кого это интересует, они все это могут проверить и найти объективным все наши доводы. Я так понимаю, все уголовные дела по Хизбут-Тахрир основываются на решении Верховного суда 2003 года. Как Вы оцениваете данные постановления суда? Мы с коллегами действительно изучали это решение. Оно есть в материалах всех уголовных дел, которые касаются Хизбут-Тахрир. На наш взгляд, оно тоже абсолютно необоснованно вынесено. Там есть один абзац, касающийся партии Хизбут-Тахрир. Там вообще даже сам суд не приводит ни одного факта подготовки к террористическим актам, либо совершения этой группы какого-то террористического акта. Речь идет о пропаганде исламской. Речь идет о восстановлении исламского государства, халифате и так далее. Само это решение должно быть обжаловано, однако, насколько я знаю, о нем стало известно через год или полтора после того, как оно было принято. То есть прошел срок на его обжалование, и все правозащитники, юристы, адвокаты, которые пытались это решение обжаловать, все натыкались на эту стену. То есть Верховный суд им отказывался в связи с тем, что это решение вступило в законную силу уже, и срок обжалования прошел. Я думаю, что на него стоит обратить очень большое внимание всем. Я считаю, что все, кто тем или иным образом осужден в привязке к этому решению, должны считаться политзаключенными. Да, там есть такие организации, как Аль-Каида, по-моему, есть, и еще ряд организаций, которые после совершения террористических актов открыто заявляли, что это сделали они, например, я говорю. Но есть ряд организаций, которые вообще не подходят под понятие террористических. В том числе это и Хизбут Тахрир. И в течение более двух лет, то, что мы занимаемся этими делами, ни я, ни мои коллеги не нашли ни одного доказательства того, что эта организация причастна к какому-либо террористическому акту. Можно их там любить, не любить, как угодно называть, но только они террористами. Как мы знаем, сейчас вы летите на конференцию ОБСЕ в Варшаву. Какие основные моменты нарушения прав крымских татар, крымских мусульман вы будете освещать на предоставленной вам площадке? Ну, я скажу в общих чертах, дабы не раскрывать пока всех карт, потому что думаю, что там будут и наши оппоненты. Мы как бы осветим несколько блоков. Это блок по преследованию за вероисповедание. Это и дела Хизбут Тахрир. Это касается блока похищений мусульман на территории Республики Крым. То есть преступлений, которые до сих пор не раскрыты. Это и касается ряда административных дел, когда людей за то, что они приходили на обыски, подходили к их домам, их пытаются привлечь за несанкционированные митинги. И ряд других блоков. Это и рейды по мечетям, по рынкам, когда силовики собирали по 50-100 человек, грузили всех в автозаки, в автобусы, отвозили в центр по противодействию экстремизму, и там просто абсолютно незаконно отбирали отпечатки пальцев, ДНК, фотографировали, составляли какие-то анкеты. То есть об этом мы будем говорить. Мы будем говорить о давлении на адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью, о давлении на журналистов на территории Республики Крым и так далее. Будете ли Вы поднимать вопрос Николая Семены на конференции ОБСЕ? Однозначно этот вопрос подлежит рассмотрению, тем более на ОБСЕ. Николай Семена пострадал лишь за то, что высказал свое мнение по поводу известных событий 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Это был его определенный анализ и его мнение. И за это мнение ему вменяют сепаратизм. И есть ряд других журналистов. Есть Ильми Умеров, который также выступил со своим мнением, дал определенный анализ сложившейся ситуации, вообще геополитического положения сейчас. И тоже на него было возбуждено уголовное дело по сепаратизму. Даже к нему применили такие карательные меры медицинского характера. То есть это было Беккен-ЮССА, что называется. Он более 20 дней провел в психиатрической больнице. Все это мы будем освещать. Как вы оцениваете процесс российской правоохранительной системы над ним? Ну так же, как и по всем вышеперечисленным делам, процесс абсолютно политизирован над Николаем Семена. Это повод расправиться с неугодными журналистами. Это не что иное, как репрессия в отношении СМИ и попытка заглушить тех, кто имеет собственное мнение. Это все в одном ряду стоит. Это определенные меры такого воспитательного характера. Это и дело 26 февраля, так называемое, по которому проходит Ахтем Чайгос, зампредседателя Меджлиса, которому вменяют якобы организацию массовых беспорядков 26 февраля. Об этом мы тоже будем говорить обязательно. Это не что иное, как репрессии. Я так понимаю, он не единственный журналист, который прислеживается? Да, конечно. Мы о других журналистах скажем. Это и Заира Кадыров. И вот недавно было нападение на территории Бахчисарайского района на девушку, которая является фрилансером, так называемым. Она освещала определенные уголовные дела и по Хизбут Тахрир, и по остальным делам. Ей разбили машину, прокололи колеса, изуродовали просто машину. То есть она как заезжала в Крым, выезжала. Это, видать, был такой привет от местных лиц, которых нужно установить. То есть любая защита притесняемых мусульман, крымских татар и любое освещение преследуется? Да, в той или иной мере это, конечно, преследуется. Преследуется это различными способами, запугиваниями, намеками, вот такими акциями и так далее. А вы получали какие-либо запугивания? Ну, так скажем, ко мне доходили определенные весточки тоже, и намеки. Но в последнее, я об этом тоже буду говорить, последнее, когда я написал заявление на двух сотрудников ФСБ, которые грубо превышали свои должностные полномочия, вмешивались в отправление правосудия, мне пришло письмо от военной прокуратуры, от военного следственного комитета, где они в конце, так скажем, этого постановления об отказе возбуждения уголовного дела, намекают мне, что все-таки в моих действиях тоже есть состав уголовного преступления. Но вот они считают на первый раз, все-таки не стоит его возбуждать, грубо говоря. То есть я это считаю тоже определенным давлением на меня. И об этом я позже буду говорить более подробно. Спасибо вам, Емиль, что уделили нам время. И дай бог вам удачи во всех ваших делах по защите крымских татариков. Благодарю. Спасибо. До свидания.